а как вам вообще обращаться антон ты живой мужчина честно я не пойму лучше но ты это раз во вторых живую живой мужчина хозяин имени антон можно по имени антон хорошо антон а у меня тут максим если честно я немного этим увлекаетесь примерно может быть год-полтора я не могу вплотную из-за того что я работаю вахтой по сути дела я честно не могу прийти что мне конечно надо я смотрю ваши ролики конечно не все выборочно меня больше интересует как сказать то что вы ваша главная цель и так понимаю это чтобы человек мог себя осознать кто он такой и мог дальше развиваться меня это как-то больше интересует вот как бы на этом теме моя цель повысить уровень осознанности каждого и насколько я могу судить вот по тебе мне не удалось до тебя с первого раза донести что ко мне следует обращаться внутри хорошо антон просто пока еще не привычно у хозяин привычки ты или она на табу я думаю скорее всего это привычка потому что с детства же воспитывают как бы так потому что это каждую секунду то надо осознавать про что ты это ты как индивидуум и ты тоже понимаешь ты не живешь этой системе а ты получается сам отдельная от системы ты же развиваешься получается вот это как бы со временем потихоньку на метку доходит но с годами конечно так это и дело что это в действии тебя так воспитывали а ты же сейчас не в детстве или до сих пор в детстве честно получается я пытаюсь оттуда выйти но это как знаете попробовал вкусное оператора тебе нравится что говорите опять на вы можете за того что я еще волнует немного может поэтому отчетки слева справа волны приз да нет я думаю то ну потому что а я посмотрел ваши ролики но мне интересно твои ролики и мне интересно чтобы я мог с вами общаться то есть с тобой общаться чтобы не спугнуть я поэтому осторожен все я же не знаю всех все же и каждый людей подожди ты меня своим волнением и воспитанием детским решил испугать не это мне нет такого намерения но просто как бы сейчас это волнует поэтому и волнуйся все свои разговариваю как самим собой как будто к зеркалу подошел думаю ну хорошо хорошо выдохни вздохни и это да разговаривать нормально ладно ты не в суде не на стрелке это не под взглядом родителей в углу стоишь хорошо так антон у меня к тебе тогда еще вопрос почему славы давай почему ты решил заняться сама как ты говоришь саморазвитием вот почему темен подтолкнул вот это вот вообще то есть что тебе переклинило там все какой момент был жизни до переклинило меня один раз удивило я рассказывал это начальнику отдела и по борьбе с реализовым экстремизмом когда у меня перед сдачей психушкой вызвал к себе в кабинет и мы у нас это долгий разговор был я не знал что меня психушку сдадут я дал меня через два дня отпустят вот и мы с ним разговаривали по поводу он спрашивал вообще ты чё хочешь добиться чуть 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 тебе надо ли ты вообще понимаешь что без системы вообще никак нельзя жить без светофоров короче без полиции без скорой помощи без всего этого невозможно жить кстати видеоролик видел я ваш ролик видео твой ролик это да я понял пообъясняли ну вот я вам рассказал что в камбодже есть перекресток на котором я часто стоял и там все ездили вдоль и поперек поток колоссальный не то что у нас и ни разу ни одной аварии не и бика не ничего все все друг друга объезжали спокойно насквозь просто если они так почему мы так не можем я думаю это вполне возможно во первых скажем так возьмем года скажем когда были по 15 лет когда мы просто грубо говоря во дворе ли с кем-то дрались там 18 лет еще может быть а после 30 скажем так все которые понимают что проще договориться и объяснить что ты не прав я по благоразумие это вполне возможно понять просто если ты себе ограничиваешь надо быть быдлой да то есть грубо говоря быку быком тупым который идешь на на пролом то для таких конечно надо светофора это с дубинкой чтобы стояли это понятное дело а если человек как бы вот хочет чтобы он был не не жил в этой говорится по системе скажем так опору из этой системы но как в это в плюсе и просто хочет понимать что он это не может не система а может быть не части стима просто сам индивидуум который хочет жить и развиваться там и не готов стать там певцом великим человеком а просто осознавать что оказывает твоя голова может еще больше понимать и может другим помогать вот этот мне нравится кстати как бы вот так вот ну и плюс увидел это осознал как бы у меня тоже озарение пришло три года назад давно всем этим интересовался мне как-то пазл в голове не складывался как-то все раза разрозненная информация была а потом когда позвал сложился вот по теме же потерь с темы живых ознакомился начал изучать у меня внутри все сложилось кто такой гражданин человек мужчина и т.д. и т.п. и у меня произошло озарение я думаю думаю так как я жил раньше жить невозможно больше с такими знаниями надо жить как-то по-другому я тоже не я не готов тебя произвел я бы сказал это поверхность а потому что когда я смотрю ваш ролик вы разговаривали с человеком когда подойдет зеркало посмотреть кого ты себе видишь он стал описывать себя а а мы это был ты и кто-то тебе еще звонил я не помню может быть месяца два-три назад а видео было я смотрел и был вопрос там кто-то перед тобой церковь стоит там и там был значит и рисунок я помню ребенок был как бы вот в этом изображении я запомнил этот ролик ты спрашивал тут и многое там описывал себя там ну в судьбе лошадь любитый человек либо мужчина вот в моем понимании я только лишь частично могу понимать что я человек но точно не бумага почему-то именно бумагах передо мной почему-то как сказать перед глазами я вижу что я понимаю что я не бумага ну и человек но человек не до конца почему-то не осознаю это типа может быть поздно за собрать какие-то просто я точно понимаю что вроде как мужчина но в кавычках то есть допустим я не до конца поймаю роль слова мужчина опять же там с большой буквы скажем так мужчина что это надо понять потом слово живой тоже смысл слова скан так суверен суверен для меня скажем так это закрытая тема который я еще вообще не могу даже близко создать в себе что такое вообще обозначает то есть это может быть скажем так ты такой свободный что ты можешь что угодно делать в плане ну мастерить руками скажем так вот пролитой системы для меня это вот это наверно можете есть особенность уверенно будет то есть есть конечно морда в каши да не отрицаю кто борода в каши нет я имею я я имею ввиду что у меня в голове каша нет 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 то есть вот это все в перемешке смешать получается каша я не знаю с чего начать сейчас на поверить может быть вот я тебе хочу посоветовать если у тебя все смешалось размешайся разделить зерна от плевел вот это плева а вот это зерно и вот когда ты разделишь эти два понятия тебе нужно будет определить что такое зерно а что такое плева и к и то есть идентифицировать каждую из элементов что такое гнило и зерно что такое живое зерно что такое мертвое зерно что такое плева понимаешь дать определение чтобы ты мог другому пояснить и он с твоих слов смог сама разделить вот ему дают кашу и зерен и он сам сможет эту эту кашу разобрать по стопочка вот здесь живые зерна здесь мертвые здесь гнилые здесь плевет лево вот когда ты научишься это делать вот тогда у тебя каша превратится в порядочный это смысл так вы больше 5 уже самому не придется тоже бы сам видеть вот это вот не нужно теперь это не нужно понимать для чего я же понимаю примерно и ты после этого тебе дадут кашу до или ты даже сам себе в голову начнешь смотреть разбираться почему шутятом за каши то ты уже не будешь видеть кашу ты будешь видеть смесь отдельных элементов зерно живое зерно мертвое зерно гнилое и плева то есть для тебя это уже не будет кашей это не будет варево это будет сборище отдельных элементов и ты элементарно сможешь выделить каждый из них и использовать свою пользу как тебе нужно но хорошо так жить я точно тоже смотри смотри дальше продолжать ты же кашу не можешь посадить чтобы выросла новое зерно правильно ни в коем случае гнилое мертвое зерно плева тоже отметим только живое зерно можно посадить и она прорастет я с этим согласен я с этим согласен вот для этого надо думать да вот для этого и нужно определить каждый элемент и дать ему идентификационные признаки чтобы отделять для чего отделение идет чтоб ты смог различать в будущем любые элементы в любой каши в любом да не знаю мой в море там в суде и там в полиции где угодно мгновенно видишь и отдельные элементы и знаешь чего не означают и как их можно использовать я кажется потихоньку понимаю что вы имеете ввиду я всем я сам с этого начинал я давал я разбирался в каждом слове что такое человек что такое мужчина только живой что такое мертвый что такое заявление сообщения определения ходатайства за подпись роспись автограф чем они отличаются вот с этого я начинал вот с этого нашли разберешься в каждом элементе для тебя уже вот и допустим смотришь видео там человек говорит сначала подпись потом роспись потом автограф вроде об одном и том же говорит но он имеет совсем разные вещи от этого не слышишь для тебя это три слова на слух воспринимается совершенно одинаково каша понимаешь он трижды сказали какой-то я кстати заметил это после того как я посмотрел видео вы там говорили разница есть подпись и роспись я сперва как бы не как-то это не обратился на внимание дальше смотрю опять повторяется и просто призадуматься стать и есть разница роспись и подпись пока как бы не уточнили я вот не заметил бы видит слова торт на буквы разные смысл а если хотя если два слова хотя бы на одну букву отличается у них и образ и смысл и предназначение все кардинально отличаются а что такую букву это опять же стану составной элемент понимаешь тут еще и дорогие надо и буквах надо разбираться то по идее но я в это еще не залазил есть буквица есть там сейсветная грамотно то еще какая-то там много всяких течения которые разбирают каждый символ каждый там иероглиф к каждую букву каждый этот знак и смысла и нагрузку и все все разбирает по буквально вплоть до того как как правильно рисовать если его направлены наоборот или какой пасты и все остальное это тоже можно до этого докопаться но я так далеко не ухожу я стараюсь общаться на том уровне на котором большинство общаются подожди подумай по мысли кашу это раздели пока на части тут у нас николай белых тянет рук хорошо представлен николай да не я не тяну я включен учетом я ничего не включил нужно слушал подскажите пожалуйста вернее подскажи а почему тебя так он там по моему и с маленькой буквы кто-то мне сказал ты наверно специально имя себе выбрал такое чтобы тебе постоянно спрашивали почему с маленькой почему потому что это самый часто задаваемый вопрос во всех беседах как минимум один раз задают значит по поводу маленькой буквы во первых есть имя антон с большой буквы а это имя не моего его придумали мои родители я его не сам себе выбрал как родители решили так она и прижилось и до сих пор это присутствует сам себе я выбрал имя похоже но только с маленькой буквы и первой буквы смысл образ кардинально меняется вот смотрите разберитесь тоже вот вам совет разберитесь со своим именем и отчеством и фамилии ваших персон означает каждое из них я называю антон с греческого сопротивляться сопротивляющийся вступающий в бой противоположный булгаков баламут смутьян возмутители общества николаевич победитель в образ если он собрать общий что получается чем больше дает тем больше сопротивляется все общество все общество с баламутит и и сам и победит а вот имя он тонн с маленькой буквы совсем другое значение абсолютно другую никогда вот психушки я говорил звать антон из рода булгакса николая они говорят нет и антон николаевич я им пояснил что ну вот смотрите вы хотели вот антона николаевич булгаков получаете вот я антон баламут возмутителю общества победителя и там такое началось вы и сами меня так назвали вы сами мне такой образ накинули получите то что хотели с маленькой буквы это капитус минимума диминутия есть такое понятие в римском праве ограничен в правах и свободах минимум или вообще не ограничен я когда с темы живых познакомился я не понять не мог месяца два наверно почему меня вот прям вот в резко потянуло все писать маленькими буквами я до сих пор пишем во всем маленькими буквами не стараюсь за знаки припинания не ставить а потом когда прочитал вот этот капитус минимума диминутия то есть все пишется маленькими буквами ограничен правах и свободах по минимуму все стало на свои места и потом вот придумал все за мной имя с маленькой буквы и это первую руку поменял с буква у которой по сути образ пирамиды отсеченный вот на на долларовой купюре этот образ представим только он в негативе как бы представлен если обвести по периметру вот этот пирамиду нижнюю часть и верхнюю часть треугольник и еще это сверху еще треугольник нарисовать то получится буква один в один а буквовой это это круг это кола это кон это гармония это спасибо я попробую везде во всем нужно разобраться и всему придать смысл они просто говорить вот там каши там не каша там 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 и вода там и зерна там и плева там и злаки там и глюкозы там и витамины там много чего есть просто это нужно осознать а буква л букву но она тоже вроде пирамида но не усеченная без перекладина или все равно с пирамидой ассоциации идет у тебя но у меня анжела допустим да меня немножко тоже что-то смущает в имени и вот я плотникова я написала раса то есть у меня по маме по бабушке фамилия россихина вот и как вот я так вот взяла раз будет пока так вот анжела я все не могу никак может клипа написать может быть жили вот что-то мне вот такое постоянно в голове идет и я не могу уйти почему ты фильм стрела ангела ангела до смотрела я пробовала тоже ангел а брать но 2 а они как-то мне кажется вообще такие рамки ставят есть только маленькую букву что что анжела тоже 2 1 с большой буквы а я последний с большой получался анжел ангел в маканг ангела никто тебе не мешает и первым и последнюю букву сделать маленький но это же него как тебе пояснить это же не пирамида да нет ничего плохого в этом образе я просто для себя принял решение что мне будет больше букву первое устроить не из-за того что эта буква отличается тут надо смотреть не только образ самой буквы что он означает и ученые делают но и полностью слова который состоит из букв каждого слова вот если обратишься к зрячим они могут посмотреть на написание каждый там с большой с маленькой буквы какие-то буквы первое второе вот а но как каждый уникальные вот эти вот образы для каждого слова в зависимости от написания там я цвета от всего это зависит но в основном вот именно от информационной нагрузки то есть какие буквы использованы и они тебе расскажу что это значит какой образ там на тонком плане есть вот у этого слова и вот тогда ты сможешь определиться а еще лучше и они могут знаешь как сделать я с ним разговаривал не горят можем просто сходить на тонкий план и узнать твое настоящее имя которое вот твоей душе принадлежит там на тонком плане я сама умею выходить и видящий немножко вроде как этом ясенка то есть я на или ясенка на тонком плане вроде ими свои пытался считать только я путаю истории ясна то ли раз на буквы первые не могу ловить ты как ходила где читал нигде не читала сама ну ты туда ходила где читала где-то в чем с высшим я нет я соединяться своим высшим я и стоком с первоистоком творца и вот я услышал что вот как-то ясно или если или россия что-то вот но смутно конечно не четко я знаю технику мне рассказывали идешь на тонкий план берешь перед собой вот так две ладони ставишь ну то есть открываешь как книгу свои ладони и читаешь буквально читаешь я смогу так сделать а где гарантия что я свое открыла а они у меня на ладонях интересно спасибо благодарю но в твоих руках берешь открывающий читаешь все про саму себя да я поняла благодарю первых из первых рук называется да можно сейчас переключусь да проще никуда понимаешь вот из первых рук называется открыл свою собственную книгу в виде ладони и читаешь все и не ничего там тебе не послышится не повидится вот вы конкретно прочтешь ладно попробуй потом скажу поменяю видник будет но вернее поменяю если получится поменяю на истинное имя будешь пробовать может и не получится вот пересмотреть звездные войны там мастер юда говорит великую фразу нет не пробовать делать или не делать не пробовать значит сделаю ну что они раскиданы по фрагментам пока соберешь все уже забываешь что в другом фрагменте видел вот потихоньку со временем как-то находишь людей где тебе дают уточнение уже более четкую конкретику благодарю еще раз потому что вот с той же кашей многие находят зерна вместо того чтобы разобраться живое это зерно мертвые там или гнилое или это вообще плево они просто забирают в одно место потом заваривают кашу и смотрят какая-то херня получилось вместо того чтобы самом начале нашел что-то выясни что это такое да и определение разбери повод детально полностью опиши что это такое научись идентифицировать именно вот это что нашел нет никто не хочет этого делать и сразу в кучу складывают думаю чем больше у меня в мешочке тем лучше каш получится переключусь на тему вот паспортов все остальное вот я сейчас посмотрела свидетельство о рождении моей дочери на 2009 году родилась и я получила свидетельство о рождении и мы там как отец и мать прописано как гражданин россии там никакой эрефии нет вообще рядом может я что-то не понимаю извини меня звонок был повтори пожалуйста а я переключиться на документы в 2009 году мне родилась дочь и нам дали свидетельство рождению часа его посмотрела там конечно черном на печатано на печать фиолетовая подпись синие и стоит что отец гражданин россии мать гражданка россии там эрефии никакой нет что что-то не понимаю или можешь пояснить народе говорят что они поменяли летом 2000 года название просто с российской федерации на россии когда вы до нас есть 2009 2009 намного раньше тогда не знаю в каком году говоришь и поменяли рфи на россию двухтысячном году но значит уже поменяли 2009 год это уже значит они и россию вернее рф поменяли как россия на россию вернее просто не совсем понимаю вопрос ну написано там там чужие там же гражданство указано правильно далее просто не пойму смысл замены паспорта кроме как вот то что там вот это вот форма p1 мы заполняли правильно то есть форма p1 смысл надо поменять чтобы опекунство сняли с нас или или как сейчас народ смысл в чем там форме p1 18 пункт согласно регламенту туда писать основные сведения в том числе и сведени а пирот пик о ней попечители которые бы это по сути если там вот если исследовать логике если эту красную до пишет свое имя имя отчество фамилию он полосить у взял это попечи своего и купства на данной персоной через свою песок слышно я так по мне мне кажется там прочерк поставил если прочерк стоит а прочерк на все поле или там можно записать вот это я не помню а сфотографировал да нет конечно же было давно а это по сути самый главный документ в персоны форма 1п самый главный ну да это первичный документ потому что если вот кука я проверил на своей практике и многие об этом говорили что если вы где-то вас задержат у вас не будет собой документов то ну там можно назвать персональные данные и соответственно личность установит они печали заходит эту программу raw и bd но у нас так называется в каждом регионе по-своему и печатают форму 1п и это прикладывает материалом дело отправляет суд судят это так называемое открывает дело смотрит форму 1п похож похож все камеру для них вот эта форма 1п почему-то считается удостоверением личности хотя нигде это не прописано ни в одном законе ни в одном нормативном правом акте что форма 1п является удостоверение копия формы 1п никем не заверено является удостоверением личности они устанавливают личность по этой копии форма 1п для них это достаточно необходимое и достаточное условие для того чтобы человека поместить камеру а вот случайно не знаешь с года эту форму вообще 1п ввели она всегда была или недавно ввели год известно насколько я помню в 2003 году был введен закон на паспорте рф и вот с тех времен всех погнали просто под принуждением под угрозами под заван ухо и что старые паспорта тип ср недействительны и всем нужно получать русские паспорта кто на это повелся и я в том числе то есть я не знал об этом о всем естественно чем не тогда 23 года было я понятия не имел всех этих векселях там попечителях и т.д. и т.п. и вот тогда была первичная форма 1п заполнена но хорошо а вот международного образца паспорта многие говорят что хотя бы за международного образца паспорт сделать и там вот эту форму 1п но как-то вот поставить буквки вот да там с ф ф бай по маме с собой что под принуждением ли как-то разве на отмене то что вот стоит в российском паспорте как они перекрываются пояснение ты наверно имеешь ввиду загранпаспорта будет наверное ну да я просто говорю загранпаспорт не говорят такого нет есть международного образца теперь я говорю междунородного образца ты говоришь на карта да загранпаспорт на 5 лет который с Razuta не как говорится не перекидывайся из крайнести в крайне займись золотую середин загранпаспорт международного образца что всем ясно было и тем и другим хорошо ну для начала потом когда разберемся все вместе то или иное тогда уже поговорим так вот загранпаспорт выдается для чего для того чтобы другие страны могли идентифицировать персон насколько мне известно только в нескольких странах есть такая штука как загранпаспорт в том числе в эрефе то есть внутри это эрефевский паспорт загран тоже является достоянием личности но за рубежом эрефский паспорт почему-то не котируется вообще никак так вот чем они отличаются в загранпаспорте там есть строка подпись владельца то есть кто расписался тот и владелец данного документа именно владелец а вот кто владелец эрефского паспорта вообще не ясно там нету слова владелец так и смотри так называемым загран там нигде не написано что он загран там просто написан паспорт российской федерации ну я условно называю загран потому что большинство людей его называют заграном я использую теле термины которые понятны большинству ну то понятно что он это но как бы если по правилам будет паспорт международного борца там правильно сказал хорошо международного образца но там он совершенно отличается то есть он немного другого образца именно для международного то есть для это взаимодействие с другими странами вопрос не в этом вопрос другом чем они отличаются и это какую силу имеет и почему именно загран это советует получить плюс там еще и вот 1 9 отличительная черта это именно подпись владельца и второе это то что у многих большинства указано страна рождения юсса то есть советский союз соответственно по праву рождения владелец данного паспорта скорее всего является гражданином ссср скажи пожалуйста вот надо ставить этот аббавиатуру при своей подпись или просто подпись ставишь уже в загран паспорте а может быть там форму p1 тоже дает или как но сюда но уже не получал смотри ты задаешь вопрос про подпись так называемый цель боя но ты мало того что ты не знаешь я уже слышу что ты не знаешь значение этой подписи что он обозначает так ты еще и произнести не можешь говоришь с тогда и хочу с ней разобраться когда ее станете когда ее не ставить что она отменяет ответы на все твои вопросы про эту надпись находится видео роспись под принуждением ты его смотрела нет еще не нашла все смотрю но для этого не дошла роспись под принуждением запишу зайди на youtube и и роспись под принуждением там все ответы на твои вопросы благодарю в одну сторону подскажи пожалуйста в каком видео можно посмотреть про у хозяин имени хозяин имени много где говорил о чем вопрос ну хотелось бы понять для себя пояснение почему именно хозяин и потому что сам себе придумал поэтому я и хозяин для хозяин всему что я сотворил и сделал придумал сочинил и т.д. и т.п. можно сказать о автор имени можно на авторское право заехать ну и так понятно если их хозяин то как сказать нет может быть хозяином но не можешь быть не автором можно добавлять хозяина и автора имени такого то но тогда ты заедешь в авторское право то есть слово автора но это прописано в законодательстве международным причем авторское право намного выше чем это многие законы любых стран то есть тебе понравилась просто такая формулировка то что ты хозяин сам себя мы как-то давно разбирали это как привязать имя то есть сказать о том что это имя принадлежит тебе можно написать там живой мужчина собственным именем или собственник имени но если говоришь собственник то обычно нужно как-то доказать что это она у тебя находится в собственности если собственным именем тогда это получается по правилам русского языка она должна писаться с большой буквы правильно там это имя собственное пишется там это с большой буквы как еще и вот такие способы мы всякие рассматривали рассматривали в итоге я понял что это мы пришли к выводу что это один из вариантов хозяин не лучший не худший а вот ну мне просто понравилось не знаю срезонировала внутри а как лучше для каждого это каждый сам для себя определяет и не факт что это вот последний вариант который я в это определил сам для себя возможно там я не знаю в скором времени состоится еще какая-нибудь дискуссия это разговоры с другими людьми и возможно меня при убедят или мы какую-то совместную истину откроем совета и найдем какую-то новую формулировку поняла вот такой вопрос еще пользователь персоны корректно формулировка на твой взгляд пользователь от слова польза в принципе да потому что многие пишут там же мой мужчина хозяин меня антон ну как каждый как сам определился а дальше дописывают кто-то пишет бенефициарий то есть это иностранное слово банковское причем кто-то это слово заменяет на благополучатель кто-то заменяет на выгодоприобретатель можно получить это поменять на пользополучатель то есть пользователь опять же вариантов множество каждый сам для себя определяет какой никого какой ему это по душе ну ничего отрицательного я в этом не вижу пользую пользователь персоны это все равно что я не знаю сделал себе велосипед и пользуешься я пользователь велосипеда катались на нем благодарствую поэтому у нас максим есть вопросы сейчас есть такой вопрос у меня почему-то меня знакомый увлекается я могу сейчас оттимать и в общем такой вопрос я почему-то последний год полтора стал говорить слово благодарствую мне знакомый пытался что объяснить что не надо не надо говорить слово спасибо благодарствую я как-то не понимал и сейчас стал понимать что это когда говорят слово благодарствую такое ощущение что я что-то получаю это слово благодарствую и при этом руку поджимаю вот как это правой рукой в правую руку при этом еще левую прикладываю его его не клатунь а вот с наружной части и как-то что-то вот я не знаю как сказать как это свя что ли получается эти протонова себя получаю что это такое вообще можете объяснить за феномен никакого феномена нет опять же 25 25 чем не тебе говорил разберись каждом слове полтора года прошло ты до сих пор не разобрался я об этом слове уже и статью написал и несколько видео выпустил и прямом эфире несколько раз отвечал что это за слово смотри в двух словах спасибо мне вообще слова непонятно почему последние буквы нет если это спаси бог или спаси божие не знаю почему сократили почему букву убрали ли две буквы убрали вообще непонятно слово благодарю это благо буквально разделяем по смыслу благо дарю то есть дарят обычно в одну сторону приходит на день рождения и дарит подарок все подарок остается у того кому подарили правильно а ты уходишь без подарка ну тебе конечно говорят там слова благодарности тоже самый но это подарил на физика говорится на физическом носителе а получил в ответ просто слова или радость там или эмоции ну короче неравноценный обмен а вот слово благодарствую означает в русском языке ствую вот этот суффикс он означает свойства чего-либо то есть постоянное состояние благодарение плюс еще обращались горячий к зрячим они смотрели и говорят что благодарствую это идет взаимообмен энергиями там благом чем угодно короче знаниями опытом то есть я когда это все узнал и меня тоже меня где-то год или полтора ушло на то чтобы полностью избавиться от слова спасибо благодарю я перескочил то есть я со спасибо сразу на благодарство и это совсем другие ощущения вот и вот их точно описал у тебя такое ощущение что тебя отчет остается когда если вот и вот попробуй взять и неделю поговорить и благодарю и посмотри на свои ощущения а потом следующую неделю поговорю говори спасибо или счетчик я не знаю он продаются счетчики в руке держишь такие спортивные типа нажимаешь клик вон там счетчик крутится вот возьми 100 100 спасибо 100 благодарю скажи а потом опять благодарствую это же ночью на щелка и посмотри за своими ощущениями не посмотри на реакцию людей потому что благодарство это взаимный обмен опытом счастьем учебой энергиями и всем остальным когда ты говоришь благодарствует и говоришь о том что ты что-то получил и взамен этого ты тоже даешь что-то то есть идет бартер взаимный обмен они в одну сторону благодаришь ответил на вопрос да я получил ответ принципе я попробовала сперен повести ну если будешь делать такой эксперимент то записывай виде дневник потом видео снимешь вместе потом посмеемся и порадуемся хотя эти сейчас я никогда ни разу не не ел не видео блок почему-то я такой честь покойный домосед но пробу я смотрю смотрю учитывая что это может растянуться по времени и ситуации будет много и причем будет наверняка много уникальных случаев тут и все не запомнишь в итоге то есть тебе надо три слова протестировать многократно ты можешь там сделать сократить количество до 10 там ну то есть 30 раз как минимум тебе надо это все сказать его 30 раз но там я не знаю каждый третий сработает все равно там 10 10 уникальных случаев будет которые тебе потом надо будет рассказать вряд ли ты запомнишь запиши на бумагу на диктуй на диктофон запиши короткие видео сам для себя а потом расскажешь по конспекту а можно я добавлю лучше а у меня вот тоже такой вопрос был а еще слово алоха вот оно по энергетике в принципе но приятная алоха вот его можно протестировать ну и твое видение слышание этого слова то что же благодарность не знаю на каком языке это это по моему где там венки одевают из цветов наши прибывшим и ямайка алоха по моментам города и майка наверно и что он означает как буквально переводится на русский язык алоха ну тоже наверно как благословлю благословлю наверное да благословляю приветствую ну то что то у них там в одном месте и благословляю и приветствую ясно что ничего не ясно да ясно что ничего не ясно это точно я там не была поэтому мне просто иногда позыв идет некоторым говорить алоха она же и приветствие она же как вот и какой-то такой позитивное значение явно насчет благодарю и благодарствую вот я раньше говорила благодарствую а потом стала общаться в одной группе там все благодарю 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 так как тут сухо думаю ну наверно благодарствую это уменьшительно расскательное какое-то такое да немножечко ну вот и я от него отошла хотят место позыв было говорить благодарствую у меня и бабушка так говорила мама мужа и бабушка зала вот на все благодарствую на никогда не готова не говорил благодарю на крео благодарствую вот и вот я тоже как-то от благодарства отошла и пришла к благодарю и вот теперь придется тоже тестировать ты сильно это не отчаивайся если ясно что все что ничего не ясно уже что-то ясно уже ясно что ничего не ясно понимаешь уже уже ясно что ничего не ясно а соответственно раз уже ясно ничего что ничего не ясно то ясно что в этом нужно разбираться это уже позитив так вот по поводу слова благодарствую есть еще четвертый вариант не я к нему тоже со временем пришел года через два это тоже самое слово просто с условным пробелом с условной паузы небольшой благодарствую ощути разницу вот это правильно благодарствую вот это место смущало что не было и ударение ставишь и условную паузу пусть разделяешь ты не просто благодаришь а ты благодарствуешь нет нет я щитила благодарствую благо дарство и просто дарство дарствую как хозяин как царь как царица как этот фильмов показываю не знаю правда нет творить плечи снимали кафтаны и благодарствовали за заслуги можно это же ставлю свою мысль это слово благодарствую такое ощущение как будто исходит какая-то сила что когда-то произойдет что-то слово даже про себя как вы сказали коротко и дарением давай подробнее распиши вот например ты это приносишь слово благодарствую а она почему-то мы сознание изображение почему-то производят как будто я в этот момент когда произношу просто какие-то волны я подойдет какая-то сила вот это вот волк как сказать что-то мощь какая-то идет я бы так сказал бы за того слова почему-то у меня в голове ассоциируется поясняю на обзор вот у тебя я уже объяснял это разъяснял точнее в этом своем видео элементарный пример с яблоками у меня зеленое яблоко у тебя красный мы встречаемся я тебе говорю благодарю и тем самым вот это свое зеленое яблоко отдаю тебе теперь у тебя красное зеленое яблоко у меня нету яблок а если я говорю благодарствую то это получается ты мне красное яблоко даешь а я те зелено и по итогам встречи через слово благодарствую у меня была зеленая теперь стала красная и я теперь знаю что такое зеленое и красное яблоко и ты тоже самое так у тебя наоборот ты сначала знал что такое красное яблоко а потом познал зеленый но тоже те же знания понимаешь взаимообмен произошел и повышение уровня знания и опыта до одинакового уровня на равных уравнялись весы уравновесили карасу саду по-братски по-человечески в духе братство и это по-человечески все поровну место хорошо антон я по смысле потом то что сейчас сказал то что задумался и медленно говорить стал это хорошо значит это закипело что-то в голове ну грустить то не надо наоборот надо радоваться а можно рассказать вам историю со словом благодарствую конечно нужно давай я все время говорила благодарю 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 ну вот тут заметила присутствие слова благодарствую стала говорить мне детки стали говорить и где-то приблизительно через 31 день я не помню что еще считала но тут по-хозяйски я в деревне живу и на днях ну вот где 31 день и на днях мне звонит родственница она жена моего брата двоюродного и говорит ты чё делала у меня во сне я говорю не знаю я так на огороде устала я сплю вообще как младенец она я горячая ты делала ты приехала в город она в полгограде живет на телеге с огромной кучей продуктов ругалась на нас и говорила я вам говорила ехайте в деревню работайте на земле а вы теперь не знаете что кушать я и мои дети вот такое у меня произошло вот тебе образ ты все свои яблоки так называемые условные приехала и привезла им то есть вы в итоге ты им все отдаешь а по сути навязываешь я тебе дарю ты не берешь благодарю а ты не берешь ну телегу те уже все привезла дарю на держи ты не берешь а благодарствия то нету взаимообмена то нету ну вот это случилось когда я стала говорить благодарствую вот я чем но до этого же ты говорила благодарю накопилось или целая телега до надо было благодарствовать хотя у нас взаимная помощь мы помогаем друг другу да неважно когда у тебя поступки и мысли смотри есть ощущение есть мысли есть поступки есть слова четыре разные вообще действия понятия и когда они у тебя расходятся думаешь одно ощущаешь другое говоришь третье а действуешь четвертое вот это разнобой идет рака лебедь и щука как говорится а когда ты думал ощущаешь одно говоришь это думаешь также говоришь также и делаешь также вот тогда полная гармония и баланс а у тебя получалось ты благодаришь но при этом вы друг другу помогаете то есть благодарствуйте друг другу а чего там в мыслях и в ощущениях творится это еще разбираться надо вот тут уже понимаешь на словах и на действиях разница идет понятно но я почему-то часто у нее во снах бываю то ли за что-то ругаю то ли о чем-то говорю а она говорит что я себя чувствую как будто я в школе да наоборот у меня там не набрала просто благодарствиями и поделиться смогла при этом а так то я все время на равных я себя выше там чем-то тем ты никогда не считала подожди подожди вене ален что ты сказала что-то неясно не сначала слышно был я говорю когда применяла просто благодарю то ничего взамен не получала а когда 31 говорила благодарствует она брала целую телегу и привезла своим родственникам город мне кажется это вот она как сказать подведение итогов было по сути она приехала все все свое благо одним скопом подарила полную телегу собрала ну значит им не хватало а у нее а вот а когда она сказала начала говорить благодарствую то правильно начал происходить взаимообмен то есть взамен она поделилась но про телегу опытом видением ситуации обратная связь пришла и вопрос можно задать давай смотрите на физике вот на его иногда появляется такое чувство что я становлюсь больше и мне кажется что сейчас кожа на мне лопнет но это какие-то доли секунды не страха ничего такое первозданное ощущение радости а вот просто в чём вот ну это вот это как вот это состояние как понять не знаю уж кому-то телегу надо отвести может быть вибрации поднимаются тело не успевает то есть настолько позитивно позитив выходит поднимать на высокие вибрации а тело еще не раскачало что принять эти энергии поэтому ощущение что сейчас лопнет физику может как надо прокачивать да кстати когда утром когда утром встаешь я же рано встаю в 3-4 чтобы не по жаре работать я заметила такую штуку раньше этого не было я встаю мое сознание уже где-то умывается уже ставит кофе уже где-то что-то делает а тело может в бахнуться в косяк дверной вот тебе опять 25 мыслера мысли и поступки расходятся несоответствие это называется расстройство ну да то есть асинхронное это движение называется не синхронизированные мысли и действия тело самое это еще не проснулась а у тебя мысли вперед тело убежали и косяк тебе так можно разбежаться на все четыре стороны запросто вот это как раз вот фильме про ладина про это и показано что единственно на все четыре стороны вот он разбежался а потом обратно собрался когда созрел а тебе вот дверной косяк как раз и говорит об этом косяк это косяк останови свои мысли и тело те тоже говорит это что-то тебя мимо тебя внутри от мысли от от ощущения распирает а тело то не выдерживает нужно настроить свой инструмент просто синхронизироваться до душа но я знаю за собой что я иногда столько на себя накладываю каких-то обязанностей что наверно просто не всегда тащу рано или поздно тебя остановит и вот эта ситуация с косяком этот первый звоночек не поймешь не услышишь будут дальше звоночки второй третий а потом не звоночки уже как в колокола будут бить тело рано или поздно остановит будет обратно связь до тех пор пока не научишься осознавать что ты творишь да это как улак вот был я тут это оправилась недавно от предсмертного состояния все прошло все хорошо все прекрасно вот на это наверное я забываться стала я все поняла а болезнь по не модная была нет не модная в семнадцатом году я но у меня жизненная ситуация достаточно сложная мне приходится тянуть самой много и достаточно мужской физической работы я свалилась с туберкулезом с поражением обоих легких поднялась я за восемь месяцев а резко начала подниматься только тогда когда ты перестала пить таблетки потому что они разрушали мое тело вот даже костяной остов они разрушали бросила их пить во дворе у меня птичий горец еще трава и как только бросил пить таблетки я очень быстро стала восстанавливаться сейчас все хорошо с группу снялась все нормально удивительно от таблеток такой эффект конечно не здрав показал свое лицо чем они занимаются только прибыль только прибыль евгения научись синхронизировать чтобы у тебя ощущение смотри четыре фактора ощущения мысли не даже 5 ощущения мысли чувства слова и поступки можешь записать память отличное добро смотри чем ощущение чувства отличаются в курсе аллю евгения чувства наверное можно не ответить ощущение тела чувства все-таки духа да 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 я не нажала говорила ну опять мысли с это с поступками расходится где контроль где синхронизация абсолютно вот по бокам они тут у меня по бокам сидят у меня тут я их контролирую себя забываю а то можно еще раз повторить ощущение мысли чувства слова 5 1 это ощущение первичное ощущение потом мысли мысли исходит из ощущений потом чувства именно тела то есть органы чувств есть только у тела ощущаем душа и духом там и не знаю как говорят 5 . там 6 ощущения но ощущение это то чего мы ощущаем не чувствами органами чувств потому что органы чувств есть только у тела еще раз первое первичное ощущение потом мысли потом чувства то есть физического тела потом через эти чувства мы говорим то есть голос это один из органов чувства ну Ну, по сути, язык – одно из обратных проявлений органов чувств, то есть через тело проявляет свои мысли и ощущения. Точнее, первичные ощущения, потом они формируются в виде мыслей. В основном мыслят все на том языке, на котором разговаривают. Некоторые умеют и на разных языках мыслить. То есть ощущения одни, можно их сформулировать разными мыслями, можно и по-русски, и по-английски подумать, что я ощутил. Потом идут чувства, то есть что ты почувствовал, тело реагирует на эти мысли и ощущения. А потом через эти чувства говорятся слова, и в итоге это все урожается в виде поступков, действий физических. Сходил туда, сделал то, сказал то. Цепочка ясна? Здесь, я думаю, здесь больше подходит соображаю, то есть ощущение пошло, потом уже разумом соображаешь образ подходящий, и потом уже чувства, ну и действия. Я сказал свое видение и своего опыта. У каждого, может быть, кто-то что-то добавит, я не знаю, что-то свое может быть, я не настаиваю. Я тоже не настаиваю. Разум у меня поймал образ и пошел сам гулять телом. Все, мне многое стало понятно. Ну вот это слово не зря расстройство, то есть три точки. Разум, дух, тело, эго. Настроение, то есть настроился, построил всю вот эту цепочку в одну колонку, а не разнес по разным колонкам. В одной колонке ощущения, в другой поступке, в третьей там строке чувства, и вот такая разрозненная таблица. А все должно быть в одной колонке. То ощутил, то помыслил, то почувствовал, то сказал, то сделал. Атон, спасибо. А скажи, пожалуйста, вот у тебя вот это вот пять потоков, да, ощущения, мысли, чувства, слова, действия, они у тебя горизонтально или вертикально, вот ты их воспринимаешь? Как они на тонком плане, что ли, как ты их видишь? Все-таки они сверху исходят или какие-то другие волновые вибрации? Не знаю, как объяснить. Ну, как тебе сказать, ощущения внутренние, правильно? Мы же внутри ощущаем, а действуем снаружи. Вот по сути эта цепочка выстраивается изнутри наружу. Ага, благодарю, благодарствую, поняла. Поэтому есть такая фраза, в народе гуляет, что внутри, то и снаружи. Что думаю, то и говорю. Вот вам аналоги из слова, из речи русской. Полное соответствие внутреннего и внешнего мира. Что я сам о себе думаю, то и люди обо мне говорят. Понимаешь? И вот возомнился из себя короля, а на самом деле дворник. Вот это разбег. Да, я поняла. А еще можно спросить? Смотрю, разговор записывает, вернее, эфир записывается. Он будет выкладываться в чате? То есть переслушать можно будет? Да, будет видео смонтировано. Ага, благодарствую. Я предполагаю, если поток идет сверху энергии, сверху вниз, то, может быть, приходит от Творца к разуму первая мысль, и потом уже откликается в духе и в действии. Ну так, поразмышлять захотелось. Да, 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 я поэтому это и уточнила. Стоп, 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 стоп. Если ты заговорила про верх и низ, хорошо, наверху ты сама сказала, Творец, а внизу кто? Земля. Стоп, стоп, с Аленой разговариваю. Алена — автор, хозяин этих слов. Вверху Творец у тебя, Ален, а внизу кто? Ну я говорю про прохождение энергии через тело. То есть если, например, в моем понимании, молитва — это обращение к Творцу, а интуиция — это уже ответ Творца. то, собственно, если поток не забит, канал не забит, то первым приходит, наверное, какой-то ответ или вопрос, мысль. Алена. А кто внизу? Я слышу. Стой, стой, стой. Вопрос и думаю, в каком низу тело, дух или что подразумевается? Или то, что под ногами, куда уходит энергия? Мне непонятна суть вопросов. Вот видишь, ты говоришь об одной крайности, то есть о верхе. Верх — это одна крайность. Там у тебя Творец. Но ты понятия не имеешь, что внизу. И кто внизу. А как ты можешь говорить об одной крайности, не зная вторую крайность? И при этом пытаешься найти золотую середину в себе? Так что внизу-то? Если вверху Творец и поток энергии. Мы же определили, что я не знаю. Отлично. Так вот, смотри, если предположить, что вверху Творец, то внизу, по идее, кто у нас? Можно я скажу? Самая противоположность. Не будем называть. Не-не-не, Евгений, подожди, подожди. Дайте диалог завершить. Тут очень важная тупочка. Тут идет, как сказать, индивидуальный труд по повышению осознанности. Соответственно, противоположность. Правильно. Если вверху-вверх, то внизу, соответственно, вниз. Если вверху Творец, ну давай это. Вообще Творец в моем осознании, это все. Соответственно, если ты разделяешь его наверх и низ, то получается вверху Бог, светлый, который энергию дует. А внизу тот, кто забирает, по идее, энергию. Внизу. Соответственно, вот ты говоришь поток энергии. Не факт, что ты это. Я знаю людей, у которых поток энергии не сверху идет, а снизу. Поэтому каждый делает выбор свой каждую секунду осознанно. Или неосознанно. Ну, в общем, выбор делается ежесекундно. Ежесигно, скажем так. Потому что сиг там что-то 7 миллионов сигов в одной секунде. Так вот, поток энергии, он не обязательно сверху. Он может быть и снизу идти. Отсюда мы видим всяких так называемых темных людей, которые не свет от Бога получают, а тьму снизу. Они просто извергаются и фонтанируют вот этим негативом. А другие, наоборот, свет излучают. Радости. Позитив. Да, кстати, наверное, мне теперь ближе твое восприятие. И вспомнилось, что даже эксперименты проводились научные. определили точку Бога в сердце. Вот эти круги кровообращения большой и малый в той точке, в которой они пересекаются. Вот это как лента Мевиоса. Это даже научно подтверждено. И все излучают именно вот этот свет, который ну, очень большое пространство занимает. И все друг с другом пересекаются. А по сути, мы все одно. Просто каждый возомнил, что он единица. Отсюда все споры недопонимания. Примерная модель нарисована человека вместе с его сердечным центром и взаимообменом. То есть там, где сходятся обе энергии. Потому что нет такого человека, в котором полностью есть свет и отсутствует тьма. И наоборот, в котором полностью присутствует тьма и отсутствует свет. такая модель в идеале нарисована в этом ини-янь, якобы китайский символ. То есть в каждом из нас есть светлая и темная сторона. И когда они сходятся в сердечном центре, тут уже зависит от кона свободы воли. Каждый сам выбирает, сколько у него будет тьмы, а сколько света. Даже по Достоевскому сердце человека это поле боя для темных и светлых сил. Нет, у меня нету там боя. У меня там учёба идёт. Я познаю и ту, и другую сторону одновременно. Ищу баланс между ними. Хорошо. Да, ну вот я тоже познаю. Хорошо сейчас познала светлую сторону. Ну как, ну это у меня на природе, вот когда у меня огромный огород, и кто-то у кого-то что-то не растёт, или по принципу оно должно первый год не цвести, или ещё что-то. У меня это цветёт и растёт ровно так, как надо мне. Там у тебя сверчки, сверчат, сверчат, как сказать-то. сверчат. Да, сверчат, так, как тебе надо. Да, я их обожаю. То есть это ты им сказала, вот именно так сверчать, и никак иначе. Да, я коту говорю, отойди, пожалуйста, не надо сейчас от меня тереться. Вот можете хоть обсмеяться, но он действительно отходит. Смеюсь, весело у вас. Ты видишь, у тебя с котом синхронизация есть, а с телом, насколько я помню, нету. Нет, нету, оно отстаёт. Ну, неважно, отстаёт или наоборот торопится переубегать. Вот выровняйся их, все эти пять факторов поведения. тогда будет всё нормально. Баланс должен быть. Вот смотри, берёшь, всё устроено по принципу весов, везде и во всём, в любой ситуации. Вот берёшь любой незнакомый предмет, вот у меня на столе ложка лежит, вот я смотрю на него, продолговатый предмет какой-то, да, оцениваю его, смотрю, вот чтобы найти баланс, точку равновесия у этой ложки, мне нужно сначала посмотреть, вот я взглядом определил, что у неё есть один край и другой край, то есть увидел две крайности, соответственно примерно из этих двух крайностей я вычисляю примерный центр геометрический и физический и пробую туда палец подсунуть, но из-за того, что ложка она, как сказать, не равномерно у неё вес распределён, потому что вот та часть, которой черпаем, она намного больше, чем ручка, то получается баланс смещён, и вот естественно первое желание это взять посередине, ну я вижу, что перевешивает, и вот когда я вижу, что одна из крайностей перевешивает другую, я начинаю палец двигать в ту сторону, которая перевешивает, и в итоге нахожу эту точку равновесия, вот это и есть алгоритм познания всего, для того, чтобы понять ситуацию в целом, нужно познать две крайности этой ситуации, надо её заутрировать до максимальности, и как сказать, наоборот, минимальную ситуацию, вот я почему у всех всегда спрашиваю, там, начинаю в чём-нибудь разбираться, я говорю, хорошо, давай это, разбираться вместе, я начинаю в крайности, я говорю, давай это, сделаем не так, как ты сделал, а сделаем по максимуму вот всё, что возможно, будет это хорошо, нет, а теперь давай сделаем вообще по минимуму, то есть вообще ни хрена не будем делать, или наоборот, допустим, убежать издание, где должен был быть урок, это же тоже нехорошо, это ты опыт избежал, правильно, правильно, соответственно, давай искать баланс, и вот допустим, в любом разговоре баланс, это молчать нельзя, и скандалить тоже нельзя, надо так сказать, чтобы и не наскандалить, и не промолчать, и везде, во всём так, надо сделать ровно столько, обязательно нужно сделать, но ровно столько, чтобы это было необходимо и достаточно для разрешения ситуации, это и есть принцип весов и баланса, так должно быть везде, и в ощущениях, и в мыслях, и в чувствах, и в поступках, и в словах, ой, хорошая такая беседа, я благодарствую, и побежала кормить своих девчонок, потому что скоро укладывать спать, всем доброй ночи, ребят, Геречкам привет, а они слышали, а они слышали, доброй ночи, доброй ночи, благодарствую, что пригласили в голосовой чат, вот я только-только как бы успела услышать про слово благодарствую, потом и дальше, я хотела, хотела про сердце, дальше развивать эту тему, можно, Антон, про, алло, нужно, говори, не стесняйся, алло, алло, слышно, да? Да, слышно, говори, слышно, говори. Я, я про сердце, вот тему хотел развить, значит, сердце я как вылечила, хотела поделиться опытом, значит, сердце, у меня слабое было, и как я вылечила, вылечила по принципу, по методике, Вилма Лулли, эстонский врач, врач, она психотерапевт, и психолог, вот, и она, значит, рекомендует так людям, например, вам столько-то лет, вы, вот, например, 50 лет вам, да, и вы за 50 лет вы обращались к своему сердцу когда-нибудь с любовью, как к другу или еще как-то, никогда, вот попробуйте обращаться, ну, я по такому принципу как раз и вылечила сердце, там такие основные слова, прости меня сердце, потом, я тебя прощаю, я тебя люблю, и, конечно, и сердце услышит тебя, она немножко, немножко, он даже даст почувствовать, как сердце твое, ты сама почувствуешь, как сердце немножко больно будет, потому что всю жизнь ты никогда не обращалась, и вдруг ты обращаешься к сердцу. Вот, Лули, рассуждаю. Стоп, стоп, давай, по-моему, впереди, подожди, есть у меня наводящие вопросы, поясни, что было не так с сердцем. Сердце, как, получается, перед операцией надо было анализы все проходить, сердце не в порядке было, аритмия, и вот надо было восстановить сердце. Аритмия была. Надо было восстановить. ты мне не диагноз говори, а я ощущение, чувствую, что было не так с сердцем. Сердце, ну, как бы, всё время, она, как бы, трепыхалась, что ли, как бы, вот это я чувствовала уже. Это же чувствуется уже, когда, и какая-то боль, и, ну, и в физическом плане, и в духовном плане тяжёлое время было. Вот я, я и хочу поделиться опытом, как я вылечила своё сердце. Сейчас не валит, слава Богу. Уже, сколько прошло? уж лет тринадцать прошло после этого. А вот смотри, теперь, что ты сделал, вот приводя пример, вот этот универсальный алгоритм весов. Ты сказала три фразы. Выключи, пожалуйста, микрофон, а то эхо идёт. Ты произнесла три фразы. Прости меня, я тебя прощаю, и в итоге я тебя люблю. Поясняю. Две крайности. Прости меня, типа, я виновата, да, в том, что случилось, и прости меня за то, что я там не обращал внимания, всё такое, ну, короче, всё на себя взяла. А потом я тебя прощаю. То есть, обратная крайность. Во всём сердце виновата. Ты тоже прощаешь. Познала две крайности, а в итоге пришла к чему? К золотой середине. Я тебя люблю. Что такое я тебя люблю? Любовь – это… Я давно искал определение слова «любовь», и в итоге я его нашёл. У меня там множество формулировок было, где-то лет 10, может, 15, может, даже 20 искал формулировку. В итоге я его нашёл. Любовь – это ощущение единства. И вот ты, познав две крайности, пришла к золотой середине. Мы с тобой одно целое, давай жить в дружбе. То есть, мы это… Ты буквально ощутила, что вы одно целое. А из чувств рождаются мысли. Потом ты начала мыслить, что вы едины. А, соответственно, из мысли начали рождаться чувства. А физическое тело, оно именно через чувства общается. То есть, вот ты именно чувствовала, что у тебя там оно трепыхалось, и т.д. и т.п. А когда ты ощущение привела в состояние любви, в ощущение единства, то есть, синхронизировалась со своим сердцем, вот тогда оно встало на место. И стало тебе это… Ну, с тобой одним целым. Перестало трепыхаться, в противоречие тебе. Синхронизация произошла. Спасибо. Спасибо, не надо говорить. Благодарствую, Антон. Я просто хотела поделиться опытом, а ты уже теоретически обосновал всё это, вывод сделал. Тоже интересно. И ещё насчёт молитвы хотела поделиться опытом. Можно, да, слово? Давай, давай. Значит, как бы в каких-то книгах я прочитала, что «Если ты хочешь ответ», это было уже 25 лет назад, я просто этой давности говорю. Значит, в книгах я почитала, что «Если ты хочешь узнать ответ, ты получишь ответ». Но условие такое надо принимать. 45 дней нужно пост держать. Но чтобы ответ услышать, конечно, я держала стойко, уверенно, что я уже знала, что ответ я услышу. 45 дней я держала героически, а потом уже действительно услышала эти слова. Молиться, молиться, молиться. Это получается на русском языке мужской голос мне ответил. А какой вопрос звучал перед постом в 45 дней? Значит, я дала слово, а значит, вопрос я говорю. Значит, такой вопрос. Для чего в этой жизни молиться? Вот мне сверху кто? Творец, я думаю, отвечает молиться, молиться, молиться. Ну и, естественно, я недовольна ответом. Я что дальше говорю? Я-то слышу это всю жизнь, с детства, и бабушки, дедушки мне говорят молиться, молиться. А для чего в этой жизни? Объясни и покажи мне. Я ведь уж нет, умом-то уж мы не идеально, я говорю. И всё-таки две ночи показывает. Творец, наверное, показывает. Значит, показывает сон. Первый раз, первую ночь, вторую ночь показывает. Ну, для чего в этой жизни молиться? Ну, про сон рассказать нет. Ну, конечно, о чём мы? Всё, закончили историю, типа. Конечно, рассказывает. Для чего молиться? Им интересно. Первый сон, значит, такой. Душа-то наверху у меня, а я смотрю поле, огромное поле. И, значит, длинные вереницы, длинная очередь из людей. Одна очередь, вторая очередь, третья очередь. Видели, наверное, на Красной площади, когда мы в зале шли люди? Вот такие же очереди, но много очередей. И в конце каждой очереди машина. Мне интересно стало, что же такое, что за очередь, а очередь-то такие организованные друг за другом. Я подлетаю, значит, смотрю, люди-то идут, голову опустили, идут друг за другом как будто наказанные. Ну, видно, что зомбированные. первые. вот, это первые, 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 первые ночи, значит, но мне хочется, что же дальше, а что же в машинах? А, люди сами идут, идут и на, этот, на заклам, понимаете, там машины, они идут сами, значит, там багажник, их туда упаковывают и дальше. Это первая ночь была. Для чего, значит, молитва, для чего нужно молиться, чтобы нас не зомбировали. Ну, вторая, вторая сейчас, вторая ночь, скажу. Сну, сразу говорю, 26 лет этому сну. Вот, вторая ночь, значит, вторая ночь, значит, такая, тоже, значит, неприятная картина, конечно. Так, вот, аварии бывают, аварии бывают, всякие аварии бывают, техники же, техники не хватает, чтобы вот это всё поднять. И здесь люди работают. Одна женщина лежит, неподвижна, я говорю, помогите женщине, помогите. Я её поднимаю, она мёртвая лежит уже, и люди без эмоций, без эмоций. Никто не помогает, никто не прибегает. Я поняла, опять, опять зомбированные люди. Люди зомбированные, тебя не слышат, просто работают, тупо работают. И как бы, бывает, вот, без кормёжки рабов кормят, не кормят, не кормят, одноразовые рабы. во, во, это вспомнил, одноразовые рабы. Вот, всё, ты выдохся, ты упал, ты никому не нужен. Вот два, два сна. Я хочу сказать, у меня вопрос был, я уже повторяюсь, для чего в этой жизни молиться? 26 лет тому назад. Алло. Алло. Ты сама-то поняла, для чего нужно молиться. Вот, я-то, я вот хочу сказать, вот, я хочу сказать, я, значит, хочу сказать, что в этой жизни надо молиться, чтобы тебя не зомбировали, чтобы мы, вот, самый правильный, вот это, чтобы не зомбировали, и, чтобы тебя в раба не превратили. 26 лет тому назад, а сейчас жизнь-то какая? Это вот, настоящая жизнь показала, сон. Ну, давай я тебе поясню, всё тебе показали, как я вижу. Значит, ключевое слово, зомби. Кто такой зомби? Ну, судя по фильмам, тем, которым нам показывают, а нам чаще всего показывают правду, просто мы её не сознаём, не пытаемся даже осознать. Так вот, давайте разберёмся, что такое зомби. Зомби, по сути, тот же человек, только, у него единственное чувство голода, то есть ему надо только жрать. и всё его физическое тело направлено на то, чтобы все действия, все поступки, разговаривать зомби не может, ну, чаще всего в фильмах. То есть, вот этот фактор, речь отнята. Мысли какие? Ну, наверное, одна только, пожрать, что-нибудь укусить, другого заразить тем же самым. Ощущения, скорее всего, тоже нету. О таком ощущении, как любовь, тоже нету речи, потому что готов укусить ближнего, там, дальнего, кого угодно, лишь бы утолить свой голод. Говорить не может, ощущений нет, чувства минимальные, может только двигаться, перемещаться. Создавать что-то, творить не может. Только кусать, только кушать, только голод. Вот это зомби называется. Так вот, почему обычный человек превратился в зомби? То есть, у него отсутствует, куда-то делись все ощущения, все мысли, почти все чувства, и это, что там, ощущения, мысли, чувства, слова и поступки. То есть, минимизировалось все только для того, чтобы удовлетворить физическое тело в плане выживания. То есть, инстинкт самосохранения только остался. Покушать ради того, чтобы выжить. Все. Все остальное не важно. Это о чем говорит? О том, что вот Игорь показал, первый образ тебе показали очередь. Куда эта очередь была? В машины, да, на заклане. Они грустные, опущенные глаза. Что такое очередь? Это, как сказать, движение людей в одну сторону. Односторонний поток людей. Это говорит о том, что нету обратной связи. С той стороны никто не возвращается. Обратного потока нет. И ты вот, когда рассказывал, у меня прислал сразу ощущение, что хотели именно сказать о том, что нету обратной связи в торцу. Так, сейчас, секунду, поговорите пока. Я так, да, Антон, только в одну сторону. Опущены головы и шли они грустные, но, получается, обратной связи нет. это. Арим, вы сколыхнули в моей памяти сон, который я видел в 2012 году. Совершенно он неповторимый, его больше я не видела такого. Сейчас Антон вернется, я расскажу и пусть он тоже пояснит. Я хочу сказать, 26 лет тому назад, тогда еще, помните, время еще такое атеизма было, и мне хотелось узнать вообще, для чего молиться вообще в этой жизни. И вот поэтому, пожалуйста, показал, две ночи показал. Значит, я думаю, что молитва, молитва, она нужна, чтобы люди духовно росли, а не быть зомбированными. А ведь, посмотрите, здесь ведь к кому не обращаешься, у них почти души-то нету. Вот благодарствую Антону вот такие голосовые чаты создают. Я 25 лет это вот в себе держал, вот это все. Кому рассказать? Кому расскажешь, они же скажут, с ума сошла? Или тебя дом ждет? вот запросто. А вот он дополнил, что такие... Подождите, подождите. Откидываем плохие мысли. Микрофон выключи, пожалуйста. Микрофон выключи, пожалуйста. Просто эхо идет. Откидываем плохие мысли, тут все свои, нет ничего такого, нормальные разговоры, потому что это касается всех, и у всех рано или поздно приходят такие сны. Так вот, хочу пояснить, что такое молиться. Вот была показана односторонняя очередь, то есть в одну сторону поток. Вот хороший пример до этого был у женщины, не помню, как зовут, по поводу сердца. То есть сердце, вот она говорила, прям, как-то она сказала, подергивалась. То есть сердце пыталось через чувства, через физическое тело сказать, алло, я не в порядке, что-то не так внутри. А обратной связи не было, сердцем никто не разговаривал. Наоборот, пытались залечить это сердце таблетками и заглушить, то есть голос сердца. А когда с ним поговорили, организовалась обратная связь, были обозначены две крайности, прости меня, я прощаю тебя, то есть полностью определен фронт трудов, и потом найдена золотая середина через свое слово любовь. Организовалась не просто обратная связь, а полное взаимопонимание и синхронизация. То есть можно сказать, брат нашел сестру или сестра нашла брата, короче, это, или там муж с женой поженились, короче, все пришло в баланс, взаимопонимание. Так вот эта односторонняя очередь, чтобы она не была в одну сторону, нужно молиться. Что такое молитва? Это внутренний диалог с кем-либо. Когда ты молишься Творцу, ты, по сути, с ним открываешь внутренний диалог. Молитва это и есть, как в церкви показывают в фильмах. Приходишь, кто-то на колени встает, кто-то просто приходит садится и молча начинает разговаривать с Творцом. А дело в том, что обратная связь от Творца всегда есть. Творец всегда посылает свет и всегда дает свои знания. Неважно, слышите вы это, не слышите, видите или не видите, потому что он разговаривает разными языками и разными обстоятельствами. С кем-то голосом, с кем-то через других людей, с кем-то через какие-то события, там, не знаю, кошка перебегала дорогу или посреди неба луч света именно на тебя посвятил. Больше нету просвета в небе. Через всякие обстоятельства. То есть со стороны Творца всегда есть внимание и забота о нас. А когда мы молимся, мы открываем обратную связь. И вот те, кто никогда не открывает обратную связь, они по сути являются зомби, потому что они отреклись от всего этого, от ощущений, от мыслей, через которые можно с Творцом общаться. То есть когда ты молишься, ты запускаешь круговорот взаимообмена. Вот даже слово благодарствую, если произносить, то по сути ты запускаешь круговорот не только на словах, выше слов стоят чувства, мысли и ощущения. Вот по всем этим кругам, по всем этим факторам через слово благодарствую ты запускаешь обратную связь с Творцом. Отсюда вот та мочка, про которую говорил Максим, отсюда все эти ощущения, про которые говорил Максим, Римма и другие сегодняшние участники чата. Поэтому молиться, молиться, молиться нужно для того, чтобы была обратная связь. Как говорится, фраза есть такая, ну, поговорка, типа, ты веришь в Творца? Он говорит, нет, а Творец тебя верит всегда и ждет, пока ты в него поверишь. Нет, все? Атон, можно продолжение сна? Я так понимаю, что у нас сны с Римой были немножко темно связаны, только через какой-то промежуток времени. Давай, давай. Ну, смотри, у меня, конечно, запроса не было по поводу молитв. Я просто тогда начала как раз в 12-м году развиваться, ну, раскрытие дара, вот это все очень было популярно, руны, но до руны тогда я не дошла, только начала именно вот медитации, раскрытие дара, вот такие вот практики начала делать. И, значит, один прекрасный, момент, вижу сон. По-моему, я с родом хотела тогда соединиться. Вижу сон. Встречает меня олень в лесу, рядом волк, и они меня ведут по тропинке. Выводят на такую возвышенность, внизу обрыв, с противоположной стороны другая земля, но чуть ниже. То есть я на одной возвышенности стою, на другой возвышенности я вижу серый ангел смерти. Но я так поняла. Почему я говорю, что она женщина, я не знаю, я видела, что это мужчина, и это ангел, и он серого цвета, он очень красивый. А внизу под нами уже вот выемка, как выемка, вот это, вот прям поток людей, да, и потом двери такие большие, они все туда уходят. Вот. и я еще думаю, зачем он, что мне его показывают, то есть олень с волком привели меня, и вот мы на одном регистрации смотрим на ту сторону, он меня не видит, но я его вижу прекрасно. И я еще думаю, а что они все в двери-то идут? и понимаю, что настолько сильный, гипнотический, или вот знаешь, какой вот такой вот посыл от этого ангела, что от него оторваться невозможно, он настолько красивый в своей вот этой вот темноте, что даже никто и голову вверх не поднимается, и просто как зомби прут, и идут вот в эти врата, на судилище. Вот к чему этот сон? Я так и не поняла. Но вот тот ангел, он меня не видел, и я его видела, а он меня так и не просек. Вот если не сложно, может быть, у тебя какие-то прояснения? Не знаю, я не всевидящее, я тоже не каждый сон могу разъяснить. Но насколько мне видится, вот ты сказала о лене-волке, когда речь идет о лесе, то есть первое животное, которое в лесу там возникает, ну, скорее всего, олень, да, или кто-то. Когда идешь в лес, охота почему-то именно оленя увидеть, то есть одна крайность. А вторая крайность, это не дай бог волка встретить. Опять же, весы, правильно? И ты посреди этих, вот я, вот почему-то мне кажется, что олень был слева, а волк справа. Нет? от тебя? Так, вспомню. Нет. Они вообще лифтаясь, что переучено, да, у меня волк был слева, олень справа. Или волк был сзади, а олень впереди. Они не были справа-слева, да, все-таки олень вилл, а волк подстаховывал. Нет, волк подгонял, от волка по сути ты убегала. Он тебе не давал назад идти. Да, но может быть, но как-то вот синхронно, знаешь как, я точно была посередине, но они были ни справа, ни слева, вот как-то вот олень чуть впереди, потому что я как бы с его ушей немножко, может быть, даже держалась. А волк был все-таки больше слева. Но я левша, перелочная. Смотри, сон ясен. Тебе показали тот же самый опять же принцип весов. Спереди олень ведет за собой, то есть ты идешь за положительным образом, а сзади отрицательный образ тебя подгоняет, а ты посередине, то есть у тебя баланс есть, ты посередине, точки баланса уравновешенные, поэтому тебя тот серый ангел, как ты говоришь, и не видел, ангел смерти. А ты его видел, ты невидимка для него, потому что у тебя точка баланса есть. Ну, а людям-то как-то можно помочь? Я так понимаю, что все-таки это тоже немножко противоположная сторона, да, чтобы противостоять вот там уже той же смерти, чтобы, или как, я вот просто, понимаешь, я вот не поняла, моя-то задача в чем, вот я понимаю, что я его вижу, или я вижу, куда людям не надо идти, мне надо это как-то, может быть, нести в свет. может, тебя предупреждали, что если нарушишь точку баланса и примешь какую-либо другую сторону, там, либо сторону оленя или волка, или остановишься в своем развитии, потому что, ну, по сути, они тебя вели, да, вперед, то, если ты остановишься, вот она пропасть. Да, кстати, интересная мысль, да, у меня даже, все, поняла, благодарствую. Так, по поводу помочь, подождите, подождите, время выключи, пожалуйста, секунду, по поводу помочь, кому ты хочешь помочь, и чем ты им хочешь помочь, ты хочешь уберечь от ихнего выбора, который они сами сделали? Я тебе скажу сейчас, я уже помогаю, я, активный участник, чистый дот земля, Александра, она, давно уже мы с Майей работаем, и надо отчеткой земли от негатива на тонком плане. Вот. Так что... Подожди, ты не уходи в реальность, говорим про сон, ты говоришь, там увидела людей и хотела им помочь. Чем ты им там во сне? Нет, во сне я не хотела помочь, нет, как раз, я просто наблюдала, что они идут, и я видела, и к чему я говорю, я понять не могу, что мне это показали, это зачем? Ну, ты у тебя произвучала слово помочь людям, каким людям ты хотела помочь? Нет, я просто сейчас уже умом думаю, может быть, я как-то могу помочь, и не знаю, не вижу, как, но людям, которые тут на заклане, я не знаю. во сне или здесь, в реальности? В реальности, конечно, нет, но может быть, и не в реальности, может быть, те, кто же ушел, вот, не знаю, что, ну, куда они идут, может быть, как-то, я не знаю, я вот, честно, этот сон, я так его вот не поняла, пока вот сейчас не сказала, две фразы, что баланс держать, что быть невидимой, ну, а дальше, дальше же еще есть какая-то, следующая грань, да, которую надо открыть, вот я ее пока, ну, не поняла. Запомни, баланс невозможно установить без движения, поэтому баланс всегда происходит в движении. Я двигаюсь. Смотри, смотри, это все равно, что едешь на машине, и держишь в руках весы, которые постоянно пытаешься уравновесить, этот процесс постоянно, не получится так, что ты установила в балансе, положила в весы, и все, и не всегда в равновесии. Нет, это постоянный труд. Ну, в принципе, не окончает, а бывает. Всегда, везде, и во всем идет раскачка и проверка точки баланса. Так, по поводу помочь людям, я об этом тоже говорил, что помогать никому не надо, пока они сами своей волей не проявят. Я, конечно, это, у меня у самого это, порыв совести велит помогать другим, но если я вижу, что человек не хочет, чтобы ему помогли, или вообще ничего не делают, для того, чтобы принять эту помощь, или ты стараешься, стараешься, а в ответ ноль реакции, вообще ноль реакций, я тогда для себя делал выводы, что этому человеку не нужна моя помощь. Соответственно, он волю не проявляет свою, не поддерживает мои старания, соответственно, тогда я не вижу смысла помогать. Да, полностью согласна. Нет, я людям без обращения, ну, как бы, вообще не помогаю, никогда у меня не было этого опыта, а непосредственно, только если ко мне придут на работу, и я парикмахер, если они начинают что-то жаловаться, тогда я как-то там, ну, наверное, включаю какие-то энергии свои, и стараюсь, ну, как-то почистить интуитивно, чисто, вот, а так, в принципе, я говорю, что вот часто с землей повышаем вибрации, убираем негатив в группе у Александра, часто человеком, без обращения, да, я не помогаю. Интересная у тебя работа, стричь людей, волей-волей состригать волосы. Так, кстати, вот знаешь, протест такой, ты говоришь, что волк подгоняет, олень ведет, вот, понимаю, что, но волосы стричь, это вот, это же связь, да, а с другой стороны, приходит, вот, после рака приходит, так, не могу, вот, понимаешь, что на волосах висит вот этот вот, я начинаю расчесывать, я понимаю, что я снимаю с нее негатив и состригаю вот все, что негативное там накопилось. И, опять же, внутренний протест, блин, стричь, наверное, ну, как-то, ну, ну, не совсем это ест, а с другой стороны, причёсывать, это же хорошо. Противоречие у тебя... У меня такие руки, да, что я вот энергетически могу снять, с человеком вот наболевшее что-то, особенно, если он приходит, сидит и жалуется, а они обожают прийти ко мне, жаловаться или уснуть, ну, вот у меня такая вот энергия, может, от рук идёт, не знаю. я противоречу от того, что, как тебе сказать, с одной стороны, ты выполняешь волю того клиента, который пришёл, он же пришёл именно постричься, и, соответственно, ты выполняешь его волю. То есть, с твоей стороны, кона свободы воли нету, а вот с другой стороны, тебя совесть, наверное, мучает из-за того, что ты избреваешь волю людей, потому что волосы и воля однокоренные слова. Чем больше у человека волос на теле, тем больше у него воли. И к этому выводу я тоже давно пришёл. И мне это подтвердили, эту информацию через обстоятельства. То есть, мимо прошла девочка, я стоял на перроне в этот момент, когда я это осознал, мимо прошла девочка, вообще непонятно, откуда она взялась, с кем она шла, но она была одна, и она, проходя мимо меня, вздох махнула в мою сторону, и говорит, правильно думаешь, и дальше пошла. Я вообще в шоке был. Поэтому, вот, наверное, поэтому у тебя и возникает противоречие, потому что волосы сбриваешь волю. Я бежать хочу оттуда, я уже со связами на работу практически хожу. Понимаешь, у меня уже три проекта есть, я могу делать шоколад без сахара, РАФ, я могу делать свечи с ароматерапией, я могу, вот сейчас пойду эти скульптуры, вазоны, всякие вот эти тоже делать, натуральные. Я всячески пытаюсь сбежать от этой профессии, понимаешь, и вот у меня какой-то раздрайв, не пойму, то ли мне это надо, или это человеком надо, или все-таки это не надо. Ты мне вот прямо сейчас, еще раз, пожалуйста, повтори, слова девочки. с ароматами. Подожди, подожди, случай из жизни, где-то в 2000 году, когда мне лет было 20, я еще в университете учился, я, короче, увлекался тяжелой музыкой, металлистом был, короче. Я решил отрастить длинные волосы, посмотреть, что это такое. И волосы у меня выросли где-то, ну, примерно, там, за месяцев 8, что ли, до плеч. Ну, я походил, хотя у нас такой район, это в Сургуте был такой, то есть, тогда это вообще воспринималось как дикость, там, типа, о, баба идет с длинными волосами, и все такое. Но ко мне никто не докапался. Но, несмотря на это, то есть, это, я ходил с длинными волосами, где это, и потом я что-то походил, походил, думаю, а, это, сделаю, короткая кора, типа там, по-короче. Я прекрасно помню момент, когда я вышел прямо от парикмахера на улицу, и у меня было такое ощущение, как будто у меня там то ли ногу, то ли руку отрезали, как будто какую-то часть моего тела. У меня не так дико было, что это, вот этого ощущения, что мне хотелось вернуться обратно и приклеить обратно все эти волосы, понимаешь? Но, со временем это все забылось, ну вот, последние три года я ни разу не брился и не стригся, потому что, ну это вот, после психушки, там они мне провокацию устроили, запрещали звонки и свидания, я говорю, это, а у них там раз в неделю была договоренность, что это, всех стригли и брили, я говорю, давайте я соглашусь, только это, разрешите мне свидания и звонки, они мне разрешили, а потом мне с того, ни сего запретили, я сказал, ах так, тогда я говорю, больше не буду, не бриться и не стрижься, я единственный из 80 человек ходил не бритый и не стриженный, и как только меня не уговаривали, как только не придумывали, не с разных сторон не подъезжали, я говорю, нет и все, ну и в итоге говорю это, вот когда у вас главврач, который ходит с бородой и это, с волосами, подстригется на лосы и бороду сбреет, вот тогда ко мне подходите, тогда поговорим, ну и все, от меня отстали, и короче, вот я после вот этого случая, вот можно сказать, почти три года уже, ни разу не брился и не стригся, и ощущаю себя намного лучше, и потом вот у меня, когда год назад пришла вот эта информация, что волосы и воля однокоренные слова, то есть где, вот смотри, да, вот потом, исходя из этого, я потом посмотрел на жизнь и получил подтверждение из жизни, где бреют на лосы, и стригут все волосы, всегда, в армии, то есть всех, кто под погонами, бреют на лосы и стригут бороду, редко увидишь чиновника или погонов кого-то с бородой или с длинными волосами, очень редко, где еще, в тюрьме, в тихушке, то есть, в тех заведениях, где воля, ни в коем случае, не должна проявляться человеком, от него требуется абсолютное подчинение, ну, где еще, в монахе, да, побревается на лосы, все, подчиняю, да, согласна с тобой, вот, наверное, меня это очень сильно всегда смешало, хотя, с другой стороны, вроде бы, красоту несем, там, какой-то еще что-то, не могу, правда, а потом еще, знаешь, такое ощущение, когда ты же, что не только ты воли, чужой, мне кажется, стригаешь, а ты, на себя еще что-то цепляешь, вот, не могу объяснить, почему у меня ощущение, что я все, что состригаю, беру на себя. Так ты поставь просто мыслеформу, ничего на себя не беру, выполняю волю клиента, это его воля, я просто ему услугу оказываю, все, все, что было его, а за это останется в волосах, мне-то зачем, мне это не надо, все. Ну, попробую. Нет, не пробую. Дарствую, а сделаю, завтра сделаю. Ну вот, наконец-то, что-то еще хотел сказать, по поводу волос. Ай, забыл уже. Так, профессия, а, во, профессия у тебя, для меня вот последние три года твоя профессия вообще не имеет смысла, я вообще забыл, что такое парикмахерский, что такое там этот, бритва, пена для бритья, лосьон после бритья, что там еще, это лезвия там какие-то были, что там еще, какие-то, что-то лосьоны там, пены, какие-то еще там, не знаю, стрижки какая-то там, модельная, что-то там постоянно, сомневаешься, какие-то модельные, налево-направо зачетные, виски прямые, косые, я вообще это все забыл, я сейчас вспоминаю с трудом. То есть, для меня это вот сейчас, это совершенно дикие слова, которые давно у меня из мыслей, из оборота вообще вышли. То же самое у меня происходило 13 лет назад, когда я от алкоголя отказался полностью. Вот я сейчас захожу в магазин, вот для меня отдел, это где-то лет 7 или 8 назад, мы же зашли с друзьями, что-то они меня позвали, это, в магазин зайти, я с ними зашел заодно. Заходим, а там оказывается это, магазин полностью алкогольной продукции. И они ходят, ходят, что-то выбирают, там советуются, то, все, это. Я хожу, смотрю, я не вижу ничего полезного для себя. Абсолютно, вот хожу, как будто я не знаю, куда-то на другую планету попал. Потом подхожу к ним, говорю, что вы, куда вы меня прилилили, совершенно бесполезный магазин. Мне тут нечего брать, абсолютно. Вот примерно то же самое с парикмахерами, то есть мне это абсолютно не нужно. А вот у тебя это, сама подумает, зачем тебе все это нужно. Можем мне добавить, Антон, я кажется, понял вашу мысль. Я последний, наверное, год... Мою и чью? Антон, ваша именно, вот Анжела, раса, лучезарный свет, раси. Я тут, у меня мысль такая пришла, я вспомнил, о себе немножко хотел бы рассказать тоже тогда, чтобы в это выстариваете. Я последний год, наверное, может, полтора, стараюсь жить, наверное, ну, грубо сказать, одной секунды, и, может быть, одним часом, но не одним днем. как можно короче. Дело в том, что, как бы ты не хотел, возможно, в этой жизни, ну, может быть, ты все поменять, наверное, не можешь, не в силах, потому что Господь, Он знает лучше, что тебе надо. И ты, как бы, может быть, не постарайся, все равно сделай по-своему. Но я решил, в принципе, голову не греть, допустим, особо не планировать на будущее. Есть примерно что-то, какие-то намеки, я как бы этим и живу. То есть я могу сейчас запланировать там встать, пойти куда-то. И в итоге, в конце концов, я выхожу, дождь пойдет. Ну, куда я дождь пойду? Ну, не пойду. То есть я стараюсь жить по факту. Это, конечно, да, есть где-то больно, но эффекты есть хорошие. У тебя голова, во-первых, не болит. Ты не переживаешь за многое, потому что надо делать все по факту в этой жизни. Это у меня опыт подсказывает полтора года, вот год, который я живу, который вы сказали по поводу, вашего случая по поводу того, что вам стричься, не бриться не надо. Мое мнение такое. Вы просто приняли... Дим, Максим, ты опять на вы общаешься. Хорошо, Антон. Хорошо. Значит, по поводу того, что вы приняли не бриться, я думаю так, ты решил... Опять. Хорошо. Я думаю так, ты решил принять свою волю. То есть именно свое решение, не то, что тебе навязывает мир, говорит, вот эти стандарты, которые должны быть для всех общие. Ты сказал нет. Ты сказал, что я сделаю так, как я хочу. Поэтому ты... отрицательную ауру, возможно, ты от тебя ее оттолкнул, навязыванием мира. Поэтому тебе и проще. Ты вот как... Как я сейчас говорю, что я живу одним часом. Тебе не надо стоить в парикмахерской. Тебе это не надо. Потому что люди навязали каждому человеку в голову, что надо вот именно так. То, что подумает, тебе скажет человек. Поэтому вот мы этим головой и греем и стараемся угодить что ли миру другим. Не надо ни в коем случае. Ты же должен себя принять таким, каким есть. Я вот раньше думал свое имя Максим. Оно мне не нравилось. А потом со временем я понял, что я даже полюбил свое имя. Я даже со временем стал представляться не Максим, а Макс. И оно как-то мне слово Макс нравится. То есть я вот нашел то, что хорошее. Человек постоянно пытается найти что-то плохое. Но зачем смысл? У нас так же есть короткое. Я не знаю. Как бы вот моя мысль сейчас была в том, что я вам рассказал. Добро, благодарствую. два часа уже разговариваем. Предлагаю завершить разговор. У кого-то срочные вопросы есть какие-то? Антон, секундочку, скажите, сколько раз в неделю проводится, чтобы мне знать, ориентировался, чтобы для себя готовиться? Максим, никто тебе не скажет из нас, потому что я здесь один. Перезадай вопрос мне, а не нам. Хорошо, Антон, сколько ты проводишь раз в неделю или два раза в неделю вот этот голосовой чат? По желанию, когда есть время. Иногда 20 минут появляется свободного времени, выхожу в эфир. Все, я вас прошу. Макса, я не поняла. Сообщения дополнительные какие-то в чате появляются или просто следить, что голосовой чат открыт? Благодарствую. Ну, стараюсь предупреждать, вот сегодня за полчаса предупредил народ, отправил сообщение, можете подписаться на этот, на телеграм-канал «Сургутнадзор». Это просто телеграм-канал, где в одностороннем порядке размещаю новости. Есть чат двухсторонний, то есть все со всеми общаются, именно переписка. Это называется «Сургутнадзор разговоры» в телеграме. Вот. Ну, стараюсь заранее предупреждать, но опять же, сегодня за полчаса успел предупредить, что появилось время свободное, сколько, два с половиной часа, поэтому вот уделил время. Благодарствую, Антон, было очень интересно послушать их. Я тоже благодарствую, Антон. Очень, очень поучительно, очень познавательная чат получился, беседа такая общительная, душевная, за творческие вот эти, вот эти вдохновения. Спасибо тебе, Антон, спасибо. дай Бог тебе здоровья и долгой жизни. Спасибо, не принимаю, благодарствую. Антон, здорово. Здорово, кто там? Здесь Виктор говорит, мы с тобой знакомы год назад, на, как это, я из Германии. Подожди, что-то плохо слышно, можешь погромче говорить? Сейчас, подожди, мне надо здесь настроить, я думаю, тогда. Ты, скорее всего, через гарнитуру говоришь, можешь выключиться? Так лучше? Нет, так же. Подожди. Бывает. Ты Сарь, да? Да, Цезарь, помнишь, может, открытый микрофон, мы с тобой общались. Ой, помню, что там общался, а с кем не помню. там Юджиш был. Вот Юджиш, помню, я по нему видео делал. Ну, я не помню. Юджиш нельзя забыть. Антон, у меня такой вопрос. Я живу в Германии, а вот ты как-никак занимаешься там, вот это, с документами, потом с гражданством, разбираешь вопросы. Вот, я смотрел ролик, последний, вот, ты с Тимуром разговаривал, кажется, если я не ошибаюсь, про СССР, что-то такое, про Ватикан. Было же, да, такое? Да, да, вот сейчас звук отлухнул, почему. Вот, и я решил сделать себе гражданство российское, и когда начинаю информацию копать, люди говорят, что-то поспеши, поспеши, пока есть еще эта Российская Федерация, потом что-то все изменится, до конца года. Я не понимаю, что может измениться, вот, и почему люди говорят, поспеши? У тебя есть какая-нибудь информация по поводу этого? Информацию, подключай микрофон. Вопрос в этом. Во-первых, микрофон отключи, пожалуйста, чтобы по нему. Извини, извини. Не извиню, нет за что, просто микрофон отключил. Так, извиняюсь, когда вина есть, вины не вижу. Так, по поводу гражданства, ну, скорее всего, не тебе, а создать персону через обращение в паспортный стол, то есть, через форму 1ПС, это создается новая персона в Российской Федерации, учетная запись. Соответственно, гражданство может быть только у персоны. Ты как живой мужчина, который отображается в зеркале, если ты сам на себя навешиваешь гражданство, даже на словах, что ты сейчас и сделал, что ты выразил в своей воле, хочешь получить гражданство, то есть сам себя оградить в правах и свободах и при этом навесить на себя определенные обязательства. Что я тебе скажу? Вольному воля. А если ты говорил про персону, то это другое дело. Если ты хочешь создать персону в виде паспорта и получить его в свое пользование и использовать его в свою пользу, то не знаю, торопиться это однозначно не надо. Вот когда созреешь, тогда и созреешь. А что там будет, в принципе, не важно. А почему торопит? Потому что законодательство РФ они начали реагировать на все наши изучения, на все наши вот эти вот вопросы. Мы же тоже народ просвещаем. Многие начинают получать паспорта без росписи, поэтому они поменяли в срочном порядке регламент, что теперь обязательно нужно расписываться. Многие начали использовать разные цветные ручки, зеленая, фиолетовая, красная и всякие разные. Поэтому они тоже регламент поменяли. Только черной ручкой нужно расписываться. То есть система реагирует и все быстрее и быстрее. Ну, я не знаю, поспеют они за нами, за теми осознанными, которых все больше и больше и у которых идеи и мысли рождаются намного быстрее и больше, чем у того, скажем так, в кавычках государственного аппарата, который отслеживает это все и, соответственно, принимает определенные действия для установления баланса. Для чего нужен этот баланс? Для того, чтобы поток мыслей и развития наш с вами не остановился. Вот у нас с вами впереди олень, как во сне у женщины одной здесь, да, был? То есть мы стремимся найти выход из РФ, из этого так называемого персонального кавычка храпства. А с другой стороны, система в виде волка постоянно подгоняет и меняет все регламенты, то есть заставляет двигаться, придумывает новые варианты, изучать новые темы, искать это. Даже выпуская новый регламент, они нас тем самым подвигают изучить новый регламент, то есть не стоять на месте, а двигаться дальше. Вот отсюда все торопыги. Но опять же, я тебе говорю, я в своей жизни стараюсь не торопиться. я никогда, вот когда ездил на автобусах, я никогда не, если даже вижу, что вот автобус стоит и мне до него буквально 10 метров, я никогда за ним не побегу. Я вот подойду, даже если передо мной дверь закроется, я вообще не расстаюсь. Я просто постучусь просто, откроет, откроет, не откроет, уедет, ну и хрен с ним, стоящий, подожду. Поэтому торопиться не надо никогда. Спешки совершаются, больше нечаясь ошибок. Я не тороплюсь, просто с кем я общаюсь, они вот именно говорят, там быстрее надо. Я не понимаю даже почему, но я думаю, это не так сильно и важно. Так, ты спроси у них, подожди, вот ты говоришь с ними, они тебе говорят, торопись, а вопросы ты мне задаешь, почему так? Ты им задай вопрос. Обоснуйте свои торопления, мотивируйте, аргументируйте. Почему нужно спешить? Обратную связь включай, а тут у тебя с запозданием обратная связь пошла не по адресу, не к ним, а к авторам этих тороплений, а ко мне почему-то. Хотела свои догадки озвучить, если позволите. А можно у меня еще один вопрос и все тогда, девушка? Давайте девушке вступим место. Ален Гавиле. Есть догадки по поводу того, почему стоит торопиться. Потому что все мы знаем, что с конца 2017 года торговая корпорация прекратила свое существование, сейчас все движется по инерции. Так вот, грядущие выборы предполагают, что начнется пертрубация, вот это электронное правительство уже есть, и они хотят всех запихнуть в новый траст. И почему это очень связано с паспортами, потому как если введут карточки, то уже однозначно перемена паспорта в электронные эти реестры, попадания и в новый трасс, соответственно. Если это сделать раньше, то можно остаться еще вот в таком вот как сказать, правовом поле с отсутствующей торговой корпорацией, как бы в свободном плавании мы еще здесь что-то можем делать. Ясно. Я бы хотел добавить, что странные у тебя желания, конечно, Цезарь, по поводу приобретения гражданства РФ. Тут наоборот, чем выше уровень осознанности у тех, кого я знаю, с кем общаюсь, чем выше у них уровень осознанности, тем больше у них желания избавиться от этого паспорта. Вообще выйти из рейса, не взаимодействовать с ней вообще никоим образом. Не, подожди, одно не совсем-то, я думаю, правильно понял. Я, это просто тот путь, который я знаю. И когда я посмотрел этот видеоролик, когда ты с этим, как его, Артем, да? Не, извиняюсь. Тимур, да. Завтра он будет тоже этот в чате, я с ним поговорю, тоже постараюсь поговорить. Вот, когда ты с ним общался, вот вы и говорили какой-то вот второй путь, как бы, знаешь, чтобы выйти из системы и идти другим путем. Я не совсем понял. И вообще у меня желание большое, да, ну, вернуться в Россию, на родину. Но, вот, я пока знаю один путь, через, именно вот приобретение гражданства. У меня есть как бы гражданство, и подтвердить надо, и потом получаешь паспорт. Вот, вот этот путь я знаю. И когда я послушал ваши ролики, вы говорили, наоборот, выходить оттуда надо. Я потом думаю, ну, а если на родину попасть без паспорта, а как тогда по-другому? Ну, эту тему мы, если ты внимательно слушал, мы эту тему вы решили вынести вообще в отдельный разговор. И у нас этот разговор до сих пор еще не состоялся. Эту тему мы, грубо говоря, назвали процедурой оживления. И эту тему мы еще не обсуждали. В будущем будем, я думаю, разговаривать. Поэтому пока мы не можем разговаривать. И тема закрытая пока. Пока мы с ним не поговорим, никто об этом не узнает. Понятно. Окей. Ну, ладно, второй вопрос. Что-то себе этот компьютер приобрел? Нет, я на старом тружусь, которому 11 или даже 12 лет. Он старенький, но это тюнир. Ну, у тебя просто желание было там новый компьютер себе этот. Ну, хорошо. Ну, не знаешь, сколько желаний? У меня тоже есть такой. Ну, ладно. Есть и жизни не хватит, чтобы все мои желания для любого. Я просто хотел спросить, приобрел или не приобрел. Ладно. Благодарю. Как-нибудь зайду еще, послушаю вас. Очень было интересно. Благодарство. Все, народ, предлагаю завершить разговор. Благодарство, что все пришли. Повышайте свой уровень осознанности, начинайте с определения каждого слова. Разберитесь, научитесь давать трактовки каждому слову для себя. Разъясните сами смысл этого слова каждого. И когда вы разберетесь в кирпичиках, вы тогда сможете выстроить здание любое. На это все. Всем благодарствую. Приходите еще. Благодарствую. Все, всем благодарствую. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова